Армяне полностью сосут что-то там у России, у всего, у ли русского народа. Надо понимать, что Армении уже нет. Об этом в интервью армянскому СМИ заявил армянский политолог, один из первых идеологов и пропагандистов сепаратистского движения МИАЦУМ Игорь Мурадян. Человек, который активно выступал за присоединение соседних земель к Армении, вдруг осознал всю горечь положения Армянской республики. Армении не существует. Армения – это часть России. И когда-нибудь это скажется, когда-нибудь это будет поднят в вопрос в организации объединенных наций, а являемся ли мы суверенными государствами, являемся ли мы другом западного мира или противником НАТО и Соединенных Штатов, и из этого будут сделаны выводы. С какой страной у нас есть отношения? Имеется в виду эти поездки туда-сюда, да? Это никого не волнует. Это демонстративные реверансы. Не более того. Есть другие задачи. Есть задачи войны и мира. Мы в этом направлении ничего не делаем. Говорил армянский политолог и о прошедших в начале апреля в Армении бессмысленных парламентских выборах. По словам Игоря Мурадяна, изменений после них ждать не стоит. Время работает не на нас. Оно работает против нас. Мы занимаемся этими выборами. Мы изменили Конституцию, чтобы Армения больше стала зависеть от России. Смысл изменений этой Конституции только в этом заключается. Напомнил Мурадян армянам и о поставках России вооружения Азербайджану. Эта тема всегда не давала покоя Еревану. Русские продали столько оружия Азербайджану. Куда же девать это оружие? Надо повоевать? Куда же деваться? Здесь на это не обращает внимания никто. Как будто бы этого и нет. Это удивительно, но это так. Почему? Потому что это Россия. Это уже не Армения, поймите. Армении не существует. Пройдет немного времени, будет понято это. А может и не будет понято. Таков наш народ. Армянскому народу и руководству этой страны следует понять, что Азербайджан выжидает свой час, и он его дождется, подчеркнул политолог, говоря об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Игорь Мурадян не исключил военного варианта, отметив при этом, что есть вещи хуже войны. И это, по его мнению, капитуляция. Капитуляция Армении.